Друзья, приветствую всех на канале Садка Арины. Сегодня хочу рассказать вам об этой клумбе, которая у меня находится, можно сказать, во входной зоне. И рассказать вам о растениях, которые здесь присутствуют. Ну, начать хочу с гортензии древовидной, кандибель баблгам. Уже я ее показывала. Но она сейчас реально очень красивая, и поэтому я не могу удержаться, чтобы не показать ее снова. И немножко не рассказать о ней. Этому саженцу второй сезон, и посмотрите уже, как хорошо он нарос. Растет на полном солнце до трех часов дня, а потом вот сейчас вторая половина дня, и, соответственно, весь тенек от дерева. Как видите, несмотря на то, что солнце полдня, и температура у нас сейчас очень высокая. На солнце больше сорока градусов, но гортензия чувствует себя неплохо. Нет подгоревших листиков здесь, и соцветия бодрые и плотные. А все потому, что к гортензии подключен капельный полив. Капельный полив обеспечивает постоянный влажный грунт, и, соответственно, гортензия хорошо переносит жару. Я, кстати, сомневалась, что это может так работать, но оказалось, что работает. Так что возьмите на заметку. Если у вас гортензия вянет, подгорают листья, значит, это недостаточно влаги. Обеспечить каким-то образом ей достаточное количество влаги. Это может быть и полив каждый день, может быть и капельный полив, что, конечно, очень удобно, если есть возможность. В общем, это решение проблемы однозначно, я могу сказать, потому что я это на себе испробовала. Для гортензии растет роза феерик, которую я вырастила из черенка. Не укрываю ее. Она, как бы, можно сказать, на самообеспечении. Сейчас не очень красиво выглядит, уже отцветает. Вообще цветет она позже, чем другие розы, в основном. Вот попозже получается цветение. Ну, сейчас вид у нее не очень, нужно ее обрезать. Кстати, вот на этой же клумбе растет у меня на штамбе розочка, похожая на феерик. Это Моцартс Леди. У меня есть ролик с нею. Очень красиво она цвела. Я ее уже обрезала, и она уже выпускает, как вы видите, выпускает новые кисти с бутонами. Скоро будет снова цвести. Уже вот цветочек, видите, появился. Нежная такая очень розочка. Очень симпатичная. Дальше хочу обязательно сказать вам про вот этот шар на короткой ножке. Всегда мои гости или кто-то приходит, кто ко мне в сад, спрашивает, а что это у вас такое? А это боярышник. Обычный боярышник, который я формирую шаром уже в течение, ну, не скажу даже, скольких лет. Наверное, около 15, наверное, уже, мне кажется. Ну, не менее 10. Но я бы не советовала это дерево для формировки, потому что у него очень длинные шипы, иголки. И если они вот остаются на земле, вдруг какую-то ветку не уберешь, потом можно проткнуть себе ногу только так. И убирать их тоже я работаю с ним в перчатках для роз с длинными манжетами и плотные кожаные перчатки, потому что иначе просто можно остаться без рук. Вы видите, там корзина есть. В корзине в этом году растут хризантемы мультифлоры, которые у меня остались после зимовки. И я их не знала, куда посадить. Вообще корзина была предназначена для питуней, но питуней сейчас я не выращиваю. И в этом году посадили мы туда хризантемы. Конечно, приходится поливать почаще. Ну, так, вроде бы ничего, растут. А перед корзиной это метельчатая гортензия конфетти. У нее очень такие воздушные соцветия с фертильными и стерильными цветочками. Она тоже на капельном поливе, и поэтому чувствует себя на этом солнце очень неплохо. Насчет хризантемы мультифлоры. Мои хризантемы зимуют в теплице. Несколько последних лет я их прикапываю в теплице, и они, в общем-то, хорошо там перезимовывают. Немножко присыпаю хвоей, и они зимуют хорошо. Но вообще хризантема мультифлора может зимовать и в грунте у нас, но нестабильная эта зимовка. Вот, например, этот куст перезимовал в грунте, и вот он сейчас вот так нарос. Но некоторые кусты я оставляю, которые дубли, или которые мне неохота выкапывать. Ну, в основном, если они уже у меня есть, такой кустик, который я в теплице сохраняю, а второй или третий я оставляю в грунте. Ну, и вот замечательно она перезимовала, и сейчас нарастает. Но зимовка нестабильная. Ведущий год может и не перезимовать, не выйти из зимы. Рядом с гортензией еще растет у меня лаванда. Белая лаванда. Тоже не часто встречается в садах. Зимует у нас лаванда тоже, в принципе, не всегда стабильно. Причем хорошо зимуют обычно молодые саженцы, а вот взрослые уже не очень. Ну, вот этот кустик хорошо перезимовал, но он, кстати, не совсем молоденький. Ему уже, наверное, может быть четвертый сезон. И вот он отлично перезимовал. Я ничего не укрываю, ни мультифлору в грунте, ни лаванду, ничего это у меня не идет под укрытие. Ну, вот хорошо перезимовал на рост такой пушистенький. Гортензии смотрятся, мне кажется, вполне хорошо. На этой клумбе много сейчас пустого места. А все почему? Потому что здесь растут у меня весной нарциссы и незабудки. Дополоняют все вот это пространство. Потом я их выдираю, выдергиваю, потому что иначе они закрывают всякие маленькие растения и новые растения. И приходится мне их продергивать. А вот к осени алисум сеется и цветет здесь. Может цвести тоже, дополонить всю клумбу. Ну, я его тоже сейчас заграничиваю, и оставляю, вот видите, да, несколько таких небольших очагов с алисумом. А, кстати, про лаванду хотела сказать, что у меня еще есть обычная фиолетовая лаванда из этой же серии. Вот, кстати, и белая, и фиолетовая. Это серия Элеганс. Это, наверное, Элеганс Пепл. Ну, вот этот куст перезимовал не очень хорошо. И поэтому вот выглядит он тоже, соответственно, не очень хорошо. Так, гейхера у меня здесь без названия. Ну, такая прям яркая, красивая. Весной она яркая-яркая, бордовая. Летом зеленеет. Неприхотливый куст, очень крупный, симпатичный. Мшанка. Между камешками я сажаю. Ну, вот, смотрите, две было посажены одинаковых. И вот здесь она плохо перезимовала, но вот сейчас остановилась. А вот там вообще замечательно себя чувствует. Это можжевельник. К сожалению, не посмотрела я название. Где-то у меня записан такими кончиками светлыми. Если нужно, я обязательно посмотрю. И напишу, наверное, в комментариях. Подгорают эти светлые кончики. Вот можно увидеть, да, где. Ну, в принципе, потом восстанавливается тоже. Это все отрастает, и все выглядит нормально. Также здесь у меня растет шалфей. Шалфей, вы, наверное, знаете, нужно после цветения обязательно срезать цветоносы, и тогда цветение продлится дольше. Вот, например, видите, новые отрастают веточки, которые зацветут. Поэтому можно срезать покороче, подлиннее, как вам думается. Вот здесь уже отцвела розочка, про которую я тоже хочу обязательно сказать. Это роза из семечка. Я ее вырастила из семечка, уже ей тоже достаточно много лет. Вот такие у нее простые цветочки, хотя на пакете с семенами были абсолютно другие розочки. Но когда она цветет, она как какое-то розовое облачко. Вся покрыта этими цветами, и выглядит очень симпатично. Хотя сначала, когда я увидела первый такой цветок, я хотела ее выбросить. Но потом не выбросила, и сейчас не жалею, потому что она очень симпатичная в цветении. Так, омшаночка моя. Ну и покажу вам. Уже зацвели у меня гортензии метельчатые. И вот одна из первых. Это Magical Kilimanjaro. Причем как-то интересно цветет в этом году. Зеленые листики какие-то на макушках. Такого как-то раньше не было. Вообще гортензии метельчатые бывают удивляют своими какими-то чудесами. Ну, стригу я ее достаточно коротко. И поэтому кустик такой компактный. Ну и вот он только-только еще набирает цвет. Я обязательно еще вам его покажу. Вот здесь у меня такой пятачок инотеры. От нее хочу избавиться. Очень неприглядно выглядит она. Вот там немножечко цветет. А здесь уже отцвела. И потом вот вид у нее вот такой неряшливый. Я ее обязательно уберу и посажу. Я уже придумала, что посажу. Я получила на днях посылку с гортензиями. И посажу сюда гортензию крупнолистную. Ну, точнее, пильчатую, если быть точным. Как раз на этом местечко она у меня будет расти. Кстати, про мшанку. Есть у меня еще мшанка желтенькая. Но она более какая-то такая рыхлая. И в этом году я ее тоже посадила. У меня тут что-то много в этом году посадок на этой клумбе. Ну вот, не знаю. Может быть, не хватает ей света. Почему она у меня такая рыхлая? Здесь сложно сказать. И красивая хоста Либерти. Которую мне посоветовали посадить на утреннее солнышко. Вот она у меня на утреннем солнышке. Но как-то, мне кажется, это солнышко ей немножко во вред. Ну, хотя, может быть, это только посадка этого года. Может быть, впоследствии будет она не так его воспринимать. Ну, и, наверное, последнее, что я вам покажу. Это бересклет, эмиралд, гайти и мшанка. Очень мне нравится такое сочетание, когда мшанка цветет. А у нее много-много цветочков бывает днем. Сейчас вот они уже и закрылись. Может быть, она уже и отсвела. И беленькие эти цветочки вместе с бересклетом, с белыми кончиками листья, белыми краешками, мне кажется, сочетаются очень-очень здорово. Ну, наверное, пока что на этом все. Все, что хотела я вам сегодня показать. Всего вам доброго. До новых встреч.